И в течение всего дня погода меняться не будет. 740 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление, в принципе, нормальное. А в воскресенье такая же погода, ничего не изменится. И в понедельник то же самое. Моя машина, твоя машина. Автомобилизация. Доброе утро. 30 января, суббота сегодня. Поэтому, как обычно, говорим об автомобилях в течение ближайших двух часов с 11 до 13. Автомобилизация в эфире. 11.05 в столичное время. Максим Трусов, Антон Ширяев здесь. Антонио, привет. Доброе утро. Ну, как ты жив, здоров? Замечательно. Ну и хорошо. Видите, у нас очень быстрый, позитивный диалог с другом происходит всегда. В общем, больше спросить-то нечего. А вот у Николая Назакинского, у блогера и путешественника, который пришел к нам уже по традиции сегодня, у нас будет много к нему вопросов. Коль, привет. Доброе утро, друзья. У него вызывает такое легкое пренебрежение и презрение. Температура наша столичная, плюс 2 градуса. И вот то, что у нас на дорогах происходит. Он-то приехал из прекрасного места, где замечательный рыхлый снег, где солнце светит. Да? А вы знаете, это был курорт Лиже, французские Альпы, прекрасная теплая погода, при этом снег, можно загорать, можно кататься, можно пить, есть, можно ездить на машинах, на красивых, на хороших. Это, конечно, было здорово. Прожигатель жизни на Зайкинске пришел нас тут немножко подразнить. Будет дразнить нас в течение часа. Но и интересная история, естественно, которая расскажет, как обычно. Также сегодня у нас с 11 до 12 мы будем говорить, давайте сразу проанонсируем, про катание на лыжах, про замечательные автомобили, которые Коля тестировал. И еще мы же не договорили две недели назад, когда у нас была такая американская программа, посвященная и путешествию по Соединенным Штатам и автомобилям, интересным тем, которые есть в Америке, а у нас нет. Мы не закончили, и сейчас очень актуально будет поговорить также про платные дороги в Америке. Потому что мы вот на прошлой неделе с Антоном эту тему поднимали, вы активно к нам подключились, высказали свое мнение по поводу того, сколько должен стоить платный проезд по дорогам нашей страны. Делились своим европейским опытом, ну а сегодня Коля вот обратит внимание уже на дороги американские. Также голосование стартовало ВКонтакте в группе Спорт.ФМ на главной странице. Как всегда, выбираем автомобили, сегодня их два, очень быстрых, полноприводных, то есть и зимой ездить можно по снегу. Но лучше не заезжать туда, где снега много, потому что сразу на пузо сядешь, потому что это спорткары. Итак, сегодня Nissan GTR и Porsche 911. Ребят, аж страшно. Представляете, сколько денег, вы себе можете представить? Ну, наверное, так вот, знаете, если мелкими купюрами, то как минимум половину нашей студии можно бумажками завалить. Итак, Nissan GTR, потому что он быстрый, японский и у Петрова есть. Porsche 911, потому что с него начались спорткупе. И зачем такие быстрые машины? Я разорюсь на штрафах. Ну, конечно, прогнозируемо, Porsche пока что впереди. Но с другой стороны, сейчас как у нас проснутся японофилы, японо-мать, и будут голосовать. О, видите, даже в рифм получилось. Поэтому мы до 13 в эфире, голосование продолжается. Заходите, также комментируйте, делитесь своим мнением. Ну и, конечно, работает наш смс-портал 5533 в начале слова спорт. И наши телефоны 276-093-2, 276-193-2. Подключайтесь к нашей беседе уже по ходу, потому что много всего интересного будет. Ну и, конечно, вайбер и ватсап с номером плюс 7925, 4 двойки 93 и 2. Ну и напоминаю, что авторазборка у нас в 12.30, когда мы с Антоном уже будем спорить, чья тачка круче. Я вот сегодня на японском автомобиле приехал, а он на европейском. А значит, я на Nissan, а он на Porsche. Автомобилизация. Оля, расскажи, русских по-прежнему много на европейских горнолыжных курортах? Вы знаете, почти уже нет русских, но в данном случае Леже – это такой маленький курорт, деревня практически, альпийская. Там всегда было очень мало русских, потому что, да, все богатые русские обычно едут куда? В Куршавель, да, у нас. Поэтому Леже – это такой курорт для французов, для... Для нормальных людей. Да, для англичан. И там еще много немцев, и из Голландии, значит, мужчин и женщин. Да, поэтому русские речи, может быть, я слышал один раз за три дня. И то это была твоя? Да, и там их... Когда ты пел в душе? Да, еще моих друзей, да. Они пели это в соседних душе. Рядом, да? А, то есть, если что делаем вывод? Номера, видимо, дешевые были, да, перегородки такие узенькие? Коля слышал. Да, мы жили, значит, в шале все вместе, в пятером. Вот там можно, в принципе, недорого снять вот такие вот... Дома, где жители семьями, либо там большими компаниями. То есть, ну, примерно где-то 100 евро стоит вот за номер вот в таком большом шале. А снега много сейчас в Европе? Да, снега много. При этом, да, в Женеве и в Париже было очень тепло, очень сухо, солнечно. Как только поднимаешься в горы, сразу появляется снежок, но при этом тепло. Там где-то ноль, минус один, то есть идеальная погода для катания. Комфортно. И вообще-то очень комфортно для жизни. А ты ведь попал на гордолыжный курорт необычным образом. То есть, ты не прилетел куда-то рядом с курортом, а ты ехал из Парижа через Фи-Францию практически, да? Да, мы взяли с коллегой два автомобиля Peugeot в Париже. А скажи, какие? Один из них полноприводный как раз для зимы, для снега. Это всем известный Peugeot 4008, который есть и у нас. И был 308-й Peugeot, тоже у нас, который есть. Но интересная машина, они были обе дизельные, полноприводная машина была с двигателем 1.6 и HDI, который новый дизель, суперэкономичный. А Peugeot 308 был с двухлитровым дизелем GT Line, это 150 сил, очень резвая, при этом экономичная машина. У нас таких, к сожалению, нет, но есть другие. Еще и симпотные, потому что GT Line, да? Да, очень такие агрессивные большие диски, салон прошит, очень красивые там вставочки в интерьере, очень красивые машины, конечно. Так, да, ну и расскажи, как ехали, что интересного? Вот смотрите, да, то есть можно здесь сразу затронуть тему платных дорог во Франции. Стоимость примерно 10 евро за 100 километров. Вот, но мы пользователи, пользовались вот транспордерами, чтобы быстрее проезжать. Там тоже есть скидки, если ты пользуешься, как у нас, в принципе, на М11. Вот, в принципе, по машинам, да, если сказать, мы-то ехали без дозаправок из Парижа до Женевы, а это около 600 километров. Вот, очень, конечно, дизели классные, Peugeot. Жалко, что у нас их мало. Вот, они ставятся, по-моему, на 3008, вот, и у Ситроена ставятся на C4 Picasso. Это дизель 1.6. А дороги сухие, чистые? Абсолютно сухие дороги, абсолютно чистые. Ни одной ямки, ни одной трещинки. Все, конечно, ну, Франция, я считаю, одни из лучших дорог в Европе вообще. Вот, как бы, если бы еще они не были бы оплатные, то цены бы им не было. Еще пиво бы наливали, да, где-то? А пиво, да. Скажи, пожалуйста, а французы, они нарушают сильно, или они, тебе показалось, едут очень спокойно, не превышают скоростный режим? Интересно, да. То есть, в целом, едут все спокойно. Причем, даже если дорога, это шестиполосная, по три полосы в каждую сторону, они стараются занимать при любой скорости крайнюю правую полосу. То есть, как, в принципе, в Германии. Ну, как и европейцы, в принципе. Да, европейцы, но интересно, что в Америке, в таких же дорогах, люди едут строго по центру. Да. Да, то есть, как у нас, примерно, получается. Вот, интересно, такое различие. Но, примерно, едут, наверное, плюс 10, плюс 15 км в час к разрешенному, а там это 130 км в час. И получается, что даже такие большие расстояния, как от прореждая жене, вот, ты можешь проехать за 5 часов на круиз-контроле спокойно совершенно. Серпантинчиков много было? Серпантин начинается только уже в Альпах, когда вот в этот, значит, в деревеньку приехали в леже. Там уже бывает снежок, поэтому там уже мы включили полный привод. Вот, и ехали уже спокойно. Ну, там немного, там, я думаю, что кадров 30, может быть, есть серпантина. То есть, как бы, для любителей непрямых дорог это будет здорово. Леже, в Ниг-Леже. Так, я сейчас просто пытался найти как раз что-нибудь про леже. Да, это такая деревня известная. Сен-Леже-Ленеле. Да, известная с 11 века. Активно они начали застраиваться, значит, как курорт после войны. Второй мировой. Соответственно, леже входит в крупный, в крупную зону катания. Порт Дюссалей называется. Это 400 квадратных километров и 600 километров трасс катания. Есть любые сложности. Тени зеленые, красные, черные. То есть, ты просто выходишь из своего номера, садишься на подъемник и поехал. То есть, мы даже один раз приехали в Швейцарию. То есть, мы были во Франции. А на подъемнике? Ну, там, ты, значит, такая сеть подъемников, ты скатываешься и поднимаешься, скатываешься, поднимаешься. И в итоге окажешься в Швейцарии. А был во Франции. Нелегально. У нас с тобой не было даже паспортов. Ага. Слушай, Антох, у нас нелегал в студии. Очень интересно, что сейчас-то хотя бы Швейцария вступила в Шенгенскую зону, да, и виза не нужна. А раньше виза была нужна. И на склоне дежурили пограничники, ловили таких вот лыжников и, собственно, провожали их до ближайшего подъемника и отправляли обратно. А это провинция Савой. Мне кажется, это самая, да, популярная провинция с точки зрения... Это провинция, да, такая историческая провинция Савой. С точки зрения лыж, я имею в виду. Да, да, там, конечно, очень сильно развиты лыжи, там очень много отдыхающих, вот. И при этом, как я говорю, вот весьма такая демократичная область, то есть там недорого по сравнению с другими, значит, местами и Швейцарии рядом, и во Франции. То есть вот именно Леже, как такой маленький семейный такой курортик небольшой, там есть, в принципе, магазинчики, прокаты, все. То есть мало народу, там мало буйных, вот вообще... Как без буйных-то вообще, да? То есть такой, ну, прямо если вам только хочется кататься, или там с детьми, например, то это вообще, я думаю, что идеально. Два слова. Горки разные совершенно, да, или насколько сложные вообще там, разнообразные? Очень большое разнообразие, конечно, есть для абсолютно всех категорий граждан. Вот я вот вообще не умею кататься. То есть я там спокойно ездил по синим трассам, один раз только упал, может быть, серьезно, а остальные разы прекрасно, да. Ну, Коль, там до сих пор отпечаток еще остался. Да, да. Надежнее. Ну, и еще раз, то же самое повторяется. Вот мы с Антохой, в принципе, как и сейчас, обычно, как и сейчас, наверное, скажем, что все-таки скорее-то японцы, наверное, надежнее, да? Но в данном случае я бы все-таки... Ну, вы только не пояснили, да, речь идет о новых автомобилях или нет, скорее всего, наверное, о немножко поддержанных, раз идет речь о надежности. Ну, не знаю, я все-таки в сторону червяки склоняюсь больше. Мне так понравилась Аккура ТЛХ, что, знаете, теперь просто при любой возможности хочется порекомендовать Аккуру, да, потому что прекрасный бренд, и к тому же это Хонда, да, по агрегатам. А Хонда, в общем, достаточно надежный автомобиль. И, кроме того, мне кажется, с запчастями проще, потому что, да, кузовные запчасти как бы оригинальные, но двигатели-то Хондовские, в общем... РДС — это старый ЦРВ. Старый ЦРВ? Да, получается, по-моему. Да, да, да. Потому что он так сюда к нам новый и не пришел, РДС. Потому что есть же Аккура... Коль, напомню, это самый большой, как он? МДХ. Да, МДХ. Это у них, ну, как бы флагман такой, да, он большой. Он пришел вот тот самый обновленный, самый новый сюда. А РДС, он так... Подожди, РДС, РДХ. Есть РДХ, РДХ в России продается, новый официально. РДХ, мне кажется, наверное, перепутал наш слушатель. Вот, знаешь, это прекрасные имена с буквами, с трех букв, да, которые сейчас активно все бренды зачем-то используют. И я всегда говорил, что у Кадиллаков были прекрасные имена, там, Девиль, да, там какие-то такие красивые, там, Флитфуд, Броком. А когда они сделали СРХ, то как будто бы Аккуру сделали. Ну, да, да, что-то такое полуяпонское, да. Ну, смотрите, смотрите, что больше понравится, да, потому что здесь нет явного такого фаворита. Вот видите, я назвал одно, а то он другое, потому что, ну, это чисто такая вкусовщина. Ну, пусть нас Коль тогда рассудит. На самом деле, мне нравится, конечно, джип, особенно после того, как их купил Фиат и очень серьезно вложился в производство, в новые узлы агрегаты, в интерьер. То есть джип стал очень приятным автомобилем. Ну, этот Грант, так вообще, ну, прям реально хорошая очень машина всегда. Да, конечно, если раньше это было нечто такое просто брутальное, большое, какое-то такое простое, то сейчас вот что джип, что, значит, додж, они стали гораздо приличнее. Кстати, согласитесь, после того, как Фиат купил, это добавило очень много европейскости этим автомобилям, да? То есть от них такой американщины уже не отдает. Да, то есть особенно это видно, наверное, на джипе Cherokee, вот, который узкоглазый у нас. То есть у него такая шасси абсолютно, мне кажется, европейское сделанное. Причем материалы. Поразительно, что, на самом деле, американцы, они меня удивляют тем, что какие-то простые вещи, они до них очень долго доходят в автомобильном мире, да? То есть, ну, казалось бы, что там плохого в хорошем качественном салоне, да? С мягким материалом, но не в этих помойках, которые были раньше. Вроде бы они делали, что экономили, но сейчас почти все. И Ford стал европейские модели продавать и Chevrolet, и теперь Chrysler. И сразу рост продаж сумасшедший у всех американских брендов. За джипами просто очередь. Удивительно, не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить спрос в США на джипы, в том числе на этот новый Cherokee. Да, 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 интересно. Казалось бы, почему нельзя было раньше начать делать нормальные машины, да? Спасибо, спасибо. Пишите, 5533 в начале слова «Спорт», 276-093-2, 276-193-2. Мы продолжим так, по Франции. Значит, мы остановились на горнолыжных курортах, на дорогах. Коля, есть еще что добавить? Может быть, что-то мы с этого упустили? Очень интересно, там, значит, парк автомобилей. Там, конечно, очень много Peugeot. Это, наверное, не потому, что они любят, да, вот свой бренд. Просто машины хорошие. Есть очень интересная модель, например, дизель-гибрид у них есть. Это 3008 и 508. Это полный привод, то есть на задней оси висит электромотор. Вот. И при, там, значит, низких скоростях, и при средних скоростях он работает. И получается машина, что две оси у нее функционируют, получается, что минимальный расход топлива, дизель, еще гибрид, да, и у них за эти машины налоговые вычеты серьезные. То есть, как бы, очень выгодно покупать такую машину, потом ты получаешь назад какую-то часть денег, и, в принципе, и полный привод, и деньги назад, и машина такая симпатичная. И привод назад, и деньги назад. Да, то есть, как бы, жалко, что у нас таких машин нет, но, может быть, в будущем. Жалко, что у нас нет налоговых вычетов за все возможные технологические автомобили. Да, у нас, извините, мальчик пока что только. Я думаю, что были такие машины, да, если бы у нас были соответствующие инструменты, вот так вот можно было. Слушай, ну, как вот у норвежцев было, у них же были очень серьезные поощрения за электромобили, за электромобили, да, сейчас уточняю. А потом, когда они наводнили рынок, и автопарк свой в стране, оп, потом их убрали, их же сейчас убрали. Это, знаешь, очень интересно, что, насколько я понимаю, Коля подтвердит сейчас или опровергнет, но что в Америке сейчас тоже спрос на гибриды, он уменьшается, людям вновь хочется просто мощных прожорливых автомобилей из-за дешевого бензина. Да, вот бензин сейчас там дешевле. Вот вы помните, может быть, был на той неделе или даже, значит, по три недели назад такая новость была вброшена, все СМИ подходили, что цена за галлон упала ниже 50 центов в Америке. Но это на самом деле была либо ошибка оператора, либо просто рекламная акция одной очень маленькой заправочной станции, где-то там, это в Мичигане, по-моему, на севере. Но все наши СМИ, они кинулись эту новость подавать так, что вот смотрите, американцев, как все хорошо, очень все дешево, там это копейки бензин, там дешевле воды стоит, а у нас вот дорого. На самом деле, если брать Калифорнию, самый богатый, самый большой штат по населению, это бензин стоит 3 доллара за галлон, но никак не 0,5. То есть это был такой вброс небольшой. Но все равно даже 3 доллара для Калифорнии-то очень дешево, поэтому покупают машины с большими двигателями, старые машины, которые были, устанавливают новые двигатели, там это 6 и 8 цилиндров, то есть уже меньше экономии. Но с другой стороны все равно, вот у них вот осталась привычка вот эти, значит, гибриды, Prius'ов, очень много, конечно, много Tesla, вот, равно. А скажи, пожалуйста, насколько много в Калифорнии смартов и Fiat 500? Вот, я среди машин, которых брал на тест, я взял Fiat 500 как раз. Вот на самом деле очень много... Обычные? У них же есть электрические, да, по-моему? Вот, да, в прокате, к сожалению, был только обычный, но у них реально очень много электрических вот этих E500. Да, это E500, они все очень такие стильные. Это же машина, которая очень много на нее дизайн комплектов разных, да. А, понятно. И внешний тюнинг, и внутренний, то есть там... Это называется индивидуализация, да, машины. Прости, в отличие от обычного, ты имеешь в виду, именно E, да? Да, да. И E, и, в принципе, есть как бы обычные тоже разные пакеты. Я брал эту машинку, и, конечно, очень забавно смотрится там на фоне вот этих огромных пикапов, там. Его, в принципе, можно загрузить в какой-нибудь, да, я думаю, вообще. Ford RV9. Да, то есть таких машин много, но, конечно, обычно девушки покупают, потому что такая как бы стильная штучка, очень удобно парковаться, очень хороший обзор у него, то есть легко маневрировать задним ходом, соответственно. Ну, конечно, машина классная, но в Калифорнии она смотрится, конечно, необычно. Сейчас мужики слушают, но полного привода-то нет. А вот как раз про полный привод, ты же на ней полез на бездорожье. Да, я и... Он сумасшедший, да вы уже поняли, да? Да, это я решил в Золине Смерти проехать, значит, на известное этот озеро засохшее, где камни сами ползают. Это называется Red Track, вот. Ну, я думал, ну, я сейчас там проеду, на этом, значит, в Фиатике, а там, значит, написана такая табличка, что это полный привод и высокий клиренс только. Ну, я думаю, ну, думаю, ну, ладно, сейчас это вообще про Русь, но не получилось, к сожалению. А потом направо смотрит, камень подползает, значит, пора уже уезжать. Ребята, нам пора уходить, но сейчас после новостей мы вернемся опять. Реклама Общая сумма к оплате 7056 рублей. С учетом скидки постоянного покупателя 7000 ровно. И зачем мне такие скидки? Непонятно. В любой непонятной ситуации приезжайте в Смартери или заказывайте продукты на смартери.клаб. Новый супермаркет клубного формата, где все предельно ясно. Только нужные товары, только необходимый персонал и только разумные цены. Смартери. То самое чувство, когда не тебя, а ты. ООО СТК Москва. Новый Арбат 19. ОГРН 102-770-472-86. Не является публичной офертой. Подробности на смартери.клаб. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Сто лет в истории спорта на «Спорт.ФМ». 1973 год. Инженер компании «Моторола» Марвин Купер создает первый переносной мобильный телефон. На советские экраны выходит многосерийный фильм «17 мгновений весны». Группа «Пинг Флойд» создает концептуальный альбом «Темная сторона Луны». А в это время. Гонка вооружений в мире автопрома приобретает отчаянные формы. Один из самых популярных видов автоспорта на тот момент – это ралли. Раллиные машины похожи на серийные, да и ездят по тем же дорогам, что и обычные люди. И ровным, и не очень. Так что каждый может представить себя на месте водителя такого болида. В конце концов, автокомпании Европы и остального мира сходятся в том, что нужна единая серия. И появляется чемпионат мира по ралли, также известный как WRC. В рамках этого турнира установят множество рекордов. В нем будет коваться слава десятков знаменитых гонщиков. И доживет он в добром здравии до наших дней. Желтая майка, в которой щеголяет лидер супер-беломногодневки Tour de France – это не совсем трофей. Но почитает ее выше многих кубков и медалей. Желтая она потому, что газета «Ле Ауто», создавшая гонку в начале 20 века, выходила на бумаге именно такого цвета. А еще потому, что идея вручать лидеру генеральной классификации особую одежду, пришла организаторам в голову в последний момент. И купить удалось только майку такого немодного по тем временам цвета. 100% утро! 7.00 в столице, вы слушаете Спорт.ФМ, всем здравствуйте! 100% азарта! И мы признаем вас лучшим игроком этого часа, браво! 100% жизни! Мы только послушали эксперты, и теперь нам важно ваше мнение по этому вопросу. 100% хоккея! Новый сезон континентальной хоккейной лиги обещает много сюрпризов, и первый состоялся уже сегодня. 100% футбола! Это уже не просто бей-беги, это хорошо поставленная игра, в которой читается мысль тренера. Спорт на все 100%! О главных событиях этого сумасшедшего игрового дня расскажем прямо сейчас. Спорт.ФМ, будь первым! С домом свободно, и причем и на внешнем радиусе, и на внутреннем, поэтому можно спокойно ехать в центр с покупкой. До чемпионата мира по хоккею осталось 97 дней. До Евро-2016 – 132 дня. До Олимпийских игр – 188 дней. Максим Трусов, Берни Эклстоун, Антон Ширяев, Фернандо Алонсо и многие другие. Автомобилизация на Спорт.ФМ Последняя, кстати, автомобилизация в январе. Потому что суббота последняя в январе 2016 года сегодня. 30-е, кстати, число, соответственно, завтра 31-е, а понедельник уже начнем с нового месяца. И, что классно, с последнего месяца зимы. Ну, по крайней мере, календарно. Так-то мы же даже не сомневаемся, что... Так-то весна уже наступила. Ну, вообще да, вообще да, температура, да. Но мы не сомневаемся, что еще и в марте у нас будут заморские, куча снега, и вообще мы еще весны не почувствуем. Хотя, кто-то, конечно, почувствует. Тот, кто, например, поедет в Женеву на автосалон, Коль, наверняка ты... Или еще не знаешь, поедешь, нет? Ну, пока точно не знаю, но, конечно, хотелось бы съездить. Да. 11.35 в Москве. Максим Трусов, Антон Ширяев и Николай Назайкинский. У нас в студии блогер и путешественник. Рассказывает нам много интересного по традиции сегодня. И остановились мы... Нет, давайте сначала я напомню, что у нас голосование продолжается в ВКонтакте, в группе Спорт.ФМ на главной странице за тачки в сегодняшней авторазборке. Это суперкары Ниссан GTR, потому что он быстрый, японский, и у Петрова есть. 36% наших слушателей за него проголосовали. Порше 911, потому что с него началось порт-купе. 50%. Прямо ровно 50%. Но все равно еще выбор-то он не выиграет. Нужно, чтобы больше 50 было. Зачем такие быстрые машины? Я разорюсь на штрафах. 19% с копеечкой процентов наших слушателей отдали свои голоса за этот пункт. Мы, как всегда, с Антоном в 12.30 будем спорить, чья машина круче. Я на Ниссане, он на Порше. Видите, выбрал себе, да? Ну и, с другой стороны, я тоже себе выбрал. Поспорим. А вы пока заходите, голосуйте. Коль, какие машины, например, в Америке тебе встречались чаще? Все-таки 911 или GTR больше? Там, конечно, больше именно Порше. Порше, вот они любят очень этот стиль. Они любят эту машину. Это, наверное, не для того, чтобы гонять. Это просто, чтобы вот... О статусе заявить. О статусе. Но при этом, что интересно, все, кого я видел, водители, все были очень пожилые. А, вот-вот, да. Да, то есть они могут только себе позволить, когда вы уже, значит, на пенсии, там, купите такую машину. Ну, я не видел ни одного молодого человека, вот, за рулем, значит, такой машины. Либо Nissan, либо, значит, Порше 111. Это, конечно, машина, это уже вот для тех, кто уже состоялся, уже там много добился в жизни. Расскажи, пожалуйста, а много старых 911-х? То есть, имею в виду, там, в 90-х, 80-х годов? Ну, вот, у них, да, любят эту, значит, модель. Наверное, начало 90-х годов, да, был вот еще классический 11-й. Их достаточно много, но вот в чем разница, да, вот если брать старую машину, ретро, между американцами, например, и европейцами. Европейцы на них ездят много, путешествуют там, значит, везде американцы. Вот я там это пообщался с коллекционерами. Они вот ее сделают, машина, идеальное состояние. По выходу дня. И все. И вот она у них стоит, может, максимум они это в Санта-Барбару съедут. К Крузу Кассилии? Да. Из Лос-Анджелеса. Все. То есть они вот стоят машины, просто любуются, там это вытирают пыль с них, вот этих, значит, Поршей. Все. Кстати, ты в Санта-Барбаре был? Да, конечно, как же вам заехать. Расскажи, там же все свои. Да, ну такой обычный, значит, курортный городок, который всем нам известен по, значит, сериалу. Вот одному из первых, по-моему, да, которые, значит, показывали этого России. Который, по-моему, до сих пор не закончился. А там эти, значит, известные рамочки стоят, арки такие цветные, значит, там очень хороший пляж, пирс деревянный известный. Вот такой типичный маленький курортный городок Калифорнии. Ага. Но он такой для богатых, по-моему, да? Ну, в принципе, там вот эти все городки, они очень таких, конечно, для обеспеченных, значит, людей, которые могут тебе как раз Порше и позволить. Я сейчас уточнил. Всего снято 2137 серий. Фантастика. Это 7 лет. Просто жесть. 7 лет непрерывного просмотра, знаете, непрерывной жизни. Там люди умирали под этот сериал, рождались, выходили замуж, разводились. А Санта-Барбара все шла. А Иден и Си-Си все никак... Ой, простите, Иден и Круз все никак не могли понять, они все-таки любят друг друга или нет. Я, на самом деле, тоже был в Санта-Барбаре, и меня она как раз-таки поразила. Но я, правда, был совсем мельком, только на обед там остановился. Поразила тем, что я даже дал увидеть какой-то город, что-нибудь типа Ницца, и что-то большое, богатое, там, где Роллс-Ройс по улицам ездит. Действительно, обычный, не очень примечательный городок. Ну, как бы, Америка, в принципе, богатая страна. Там, мне кажется, в каждом городе есть квартал с богатыми домами, поэтому, ну, смотришь, ну, да, особняки, ну, стоят, как Мерседесы. Но при этом совершенно обычные такие заведения, где, например, можно поесть достаточно бюджетно, да, и в том числе. Но я знаю, что там есть рыбаки, которые ловят устрицы, и там вот, собственно, прям корабль приходит, и можно купить свежие устрицы, их поесть прям вот с лодки практически. Ну, вот я сейчас смотрю, там, всего-то количество жителей, 92 тысячи, 325 человек. Слушай, ну, это большое, на самом деле, 2 тысячи, это много. Это, наконец, там, 2006-2007-го года. Это много. Мы закончили прошлую часть нашей программы, ты рассказал о том, как пытался прорваться на фиатике к камням живым, ползающим. По долине смерти. Расскажи, как они ползают. А вы знаете, это загадка века, на самом деле, то есть представьте, абсолютно ровная поверхность высохшего озера. Рестрейк Плая называется. Да, и по этой поверхности каким-то образом ползают камни весом, там, до 300 килограмм. Да, абсолютно верно. Да, и это... много думали, как это происходит, на самом деле... Длин, следы до 250 метров, представляете? Да, то есть, на самом деле, там сильные перепады температуры, вот, в долине смерти, и когда ночью заморозки под камнями, значит, намерзает лед. И... Когда дно оттаивает от озера. Да, и когда дно оттаивает, оно становится очень скользким, ну, потому что там глина, песок, там глина больше, да. Да, под, значит, силой ветра, они вот на этом льде, вот на этом куске льде, который, значит, намерз, они, значит, катятся. А потом лед тает, а камень остается со следом. И это выглядит так, что камень, как будто бы сам полз по этой ровной поверхности, причем это в разные стороны, да, они могут ползти. Это, конечно, уникальное место, всем рекомендую, если вы будете в долину смерти заехать, но... Это какая часть Соединенных Штатов, это вообще где? Это запад, значит, это граница Калифорнии и Невады. Это, значит, обычно едут те, кто в Вегасе, значит, находятся, они там буквально там ехать 3-4 часа от Вегаса, вот, в долину смерти. Но очень опасная дорога, там, значит, грунтовка, очень острые камни, поэтому были случаи, когда люди там прокалывают по, там, два колеса, и остаются там до утра. То есть ехать либо на танке, либо на лангкрузере? Да, но там, на самом деле, можно взять в аренду, там в долине смерти есть один маленький городок, такой туристический, там задают в аренду, как раз, джипы, рендлеры, такие красивые, цветные, большие. А, протектором, наверное. Да, то есть, как бы, если сильное желание есть туда попасть, лучше, наверное, взять, там, машину в аренду еще раз, только, наверное, как бы с нормальными колесами доехать, чем это рисковать, на прокатной, значит, машине ехать, это пороть себе, значит, колеса. Ну, тем более на Fiat 500, да? Ну, да, да, то есть я был уверен, что доеду, на самом деле, я проехал одну милю и понял, что если доеду, то это будет два дня, значит, пути. У меня это, мы не знаем, потому что это примерно 26, по-моему, миль занимает, значит, путь только туда, в одну сторону, по этой жуткой грунтовке. Crazy Russian Guy на Fiat 500 был. Да, то есть там это проехал навстречу, такой здоровый пикап, значит, мне, и так как-то смотрели, так, на меня так не очень здорово, вот эти там двое пассажиров, которые... Воздушные поцелуи те мужики посылали, да? Да, я понял, что все-таки, все-таки это неспроста, вот эти были взгляды, да, и поцелуи воздушные. Ой, фантастика, фантастика. Да, бывает же. Знаете, я сейчас смотрю фотографии вот этой Долины Смерти, ну, понятное дело, да, так, для того, чтобы навести жуть, и здесь на фотках черепа, эти скелеты, ну, видимо, каких-нибудь коров таких, с рогами. И, значит, подпись в настоящее время Долины Смерти удерживает рекорд, как самое сухое, самое горячее место в западном полушарии. Да, Долине Смерти, она для автомобильного мира интересна тем, что почти все производители проводят там, ну, по примеру, те, кто представлены на американском рынке, ну, весь премиум уж точно, проводят там испытания как раз-таки вот тепловые своих автомобилей. То есть там очень много ездит машин закамуфлированных, и почти все утечки, которые бывают в Америке, как раз по поводу автомобилей, шпионские фото, да, это почти всегда из Долины Смерти. Да, да, интересно. Там, конечно, очень жарко, и поэтому лучше быть зимой. И что интересно еще про вот этот, значит, район, там Долина Смерти, и вообще Невада, и Калифорния, вот эта часть, там очень много внедорожных маршрутов. То есть я всегда думал, что Америка все-таки там не очень много таких трасс, куда можно съехать. На самом деле там очень много дорог для вот именно внедорожников, для джипов, для там всех этих больших машин. Вот так что там, конечно, здорово будет, если у вас будет такая машина. СМСки приходят с вопросами на 5533 в начале слова «Спорт», «БМВ единичка максималка» или «БМВ 320 не максимальной комплектации» или «ЦЛА Мерседес», спрашивает Сергей. Ну, мне кажется, мы сейчас коллективное «ЦЛА» сразу так, да, отрежем, начнем рассуждать. Ну, единичку, видимо, вы имеете в виду предыдущую, да? Чего? А, я почему-то про «Х1» подумал, извините, да, друзья. Слушайте, ну, не знаю, мне кажется, если речь идет о вот новых, да, автомобилях, ну, все-таки я бы поупирался и в 320-ю все-таки влез бы. Ну, знаете, ну, это фактически одна машина, да, то есть это одна платформа, просто, ну, седан и хэтчбэк. Просто подумайте, что вам на самом деле нужно, нужен ли вам багажник, нужно ли вам место сзади, если нет, можно купить единичку. Ну, движка такого нет у единички. О, есть. Нет, ну, у них разная отдача. А сколько там оно сильно? Ну, сейчас нет 120-й. Нет, 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 точно тебе скажу нет. Вот, допустим, пятидверку берем, у них 1,6, 1,6 движок у нас, 120-й есть, но это 170-й сильно, немножко другой движок. Ну, другой, значит, уровень, ну, в общем, в любом случае, единичка хорошая машина и никаких минусов нет. Еще и рестайлинг, еще и рестайлинг недавно прошла и стала еще симпатичнее, уже без тупой морды рыбьи, как было у нее до этого. Так, заходите, голосуйте, еще раз мы вас призываем, ВКонтакте, в группе спорта. Может быть, один-два раза видел ее, и то, скорее всего, она просто стояла в качестве шоу-кара. Где-то около, значит, магазинов, автомобилей каких-то дорогих. То есть на дорогах я вот даже не видел их, реально. А Феррари там, например, встречаются? Феррари много, да, Феррари много, все, конечно, красного цвета, тоже они, но при этом они очень спокойно едут. И тоже пожилые люди не обращают? Ну, в основном, да, я смотрел, я вот, такая машина приезжает, и я смотрю, кто за рулем, обязательно. Обычно, да, обычно. Документы проверяешь сразу, да? Да, там ваши документы. Налоговая декларация. Да. То есть, конечно, значит, Калифорния, и вот особенно там Санта-Барбара и другие города, там, конечно, это большое скопище таких машин, таких салонов, где вот Феррари, Порше, Матерати, Ягуары, все вот они вот там. Энциклопедия, у тебя есть объяснение, почему Аклардов там меньше? Я думаю, потому что их вообще меньше всего, а я достаточно редко говорю. Нет, ну то есть, даже не меньше, а почти нет, как сказал Коля. В Англии дофига, понятно почему, да? В Европе, ну, встречаются тоже. Да, на самом деле, мне кажется, что, понимаешь, ну, может быть, просто не так много джилеров, если они вообще там есть. Я думаю, что есть, но, наверное, они их прячут, чтобы вот особо не выпячивать, да, вот это свое богатство, потому что, может быть, сколько там оно, миллион стоит, да, долларов? Или от миллиона, от Макларена? Ну, я не готов сказать точно, но машина очень дорогая, да. Да, если не еще больше. Да, то есть, они просто, ну, как бы не любят особо вот это афишировать, они, может, там, ездят, там, это, в суши-бар, там, вот это в субботу. Ну, они просто все мечтают о Маруси до сих пор, думают, что скоро... Скажи, пожалуйста, а вот если взять премиум бренды, то, как тебе показалось, каких марок больше, европейских или все-таки американских? И вот среди европейских машин, чего больше, Мерседесов, БМВ или Ауди? Вот, вы знаете, Ауди там немного, совсем, наверное, если из немецкой тройки большую брать, это, наверное, все-таки БМВ. Ммм, это у Мерседеса, кстати. Потому что для них прям такой рынок, мне казалось, всегда прям... Ну, Мерседеса тоже много, но вот именно в Калифорнии, в основном, где я жил, там как-то я больше замечал именно БМВ, но, может быть, а только потому, что там, если БМВ, то она, скорее всего, будет какая-то такая заряженная, либо М-ка, либо там вот... Не обязательно кроссоверы, да? Там очень мало кроссоверов, вот именно это европейских. Там вот, если кроссовер, то СУВ, да, САВ, то это будет американская, скорее всего, машина. Да, то есть БМВ там X5 или там вот Мерседесы, JL, их там, конечно, меньше, гораздо, чем у нас. Вот точно совершенно. Удивительно, да. Ну, смотри, это также удивительно для меня, например, то, что самый большой рынок для Ауди – это Китай. Почему именно для Ауди Китай? Я сейчас тебе расскажу, сейчас тебе расскажу. Это, на самом деле, очень... история простая. Ты знаешь также, что для Бьюика китайский рынок больше, чем американский? Нет. Вот это так, да. И Бьюики вначале дебютируют в Китае, потом уже в США. Все очень просто. В 80-е годы, когда Китай только вот при Дэнсиопине становился открытой страной и начинал предлагать иностранному компанию строить заводы, то, например, Бьюик, ну, то есть General Motors и Volkswagen, Audi и Volkswagen, были первыми, кто построили заводы. И, условно говоря, целое поколение китайцев росли, когда у них не было выбора. Они могли купить только Audi, Бьюик или Volkswagen, потому что пошлины ввозные были 90%. То есть любая машина снаружи. То есть абсолютно вот, ну, почему мы ездим на седанах? Потому что мы всю жизнь ездили на Жигулях, да, Жигуле — это седан. Если бы не Fiat бы делали, а Renault бы хэтчбеки, да, как превращально хотели, мы бы все ездили на хэтчбеках и думали, седан, кому он нужен. Ну, вот у нас тут народные мудрости появляются. Единственный ограничитель скорости в России — это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе. А на гоночной трассе «Лагуна Сэка» не удалось побывать тебе, Коль? Спрашивает у нас Сергей. Нет, к сожалению, значит, не удалось. Но, может быть, это в следующий раз. Там удастся с кем-нибудь, значит, договориться, потому что, на самом деле, туда заезжать на прокатных машинах нельзя. Там у тебя по условиям страховки, вот, они тебя обязывают ездить только по, значит, дорогам общего пользования. Так, мы никак не перейдем к теме платных дорог в США. Что можешь по этому поводу рассказать? Дорого, доступно, вообще как? Есть какие-то лазейки, народ пытается обманывать там, где-то ехать, скажем, минуя трассы? А большинство дорог в Америке бесплатные. Там платные в основном мосты, мосты. И немного, значит, интерстейтов на востоке. То есть это, скажем, от Детройта в Нью-Йорк там будет платная дорога. Но там она стоит примерно в три раза дешевле, чем в Европе. Вот так вот, если брать, там, как бы, за километр. А вот на Западе, в Калифорнии, платные мосты и платные некоторые дороги внутри Лос-Анджелеса. То есть там очень большая сеть, как вот сетка она сделана. То есть если у нас круги, да, в Москве, там это сетка, значит, дорог. И есть вот некоторые срезки, вот, они платные. Но там стоит, типа, там, значит, там, 2 доллара, вот, там проехать 20 километров. То есть так не очень дорого, не доступно. Да, то есть очень много дорог, некоторые из них платные внутри города, как вот, значит, срезать. А мосты платные таким образом. Значит, ты проезжаешь, и потом у тебя просто списываются, как бы, деньги, свой баланс. То есть если машина прокатная, счет приходит прокатчику, и буквально вот у меня там через 2 дня списалась сумма за проезда по мостам в Сан-Франциско. То есть очень удобно, нету пробок, соответственно, на пунктах оплаты, потому что их нету. Там система автоматическая, но у нас тоже не получат, потому что у нас много машин, зарегистрированные на других людей, да, и как бы... Из других регионов. Да, и будет там, как бы, с них списываться вот эти деньги. Вот поэтому люди спокойно ездят. А какова протяженность мостов? Они длинные, очень длинные? В Америке, да, там вот особенно на побережьях, что на восточном, что на западном, там есть такие серьезные мосты, вот длинные, да, и, в принципе, стоит так нормально. Если брать там около Нью-Йорка, там и 7 долларов может стоить там проезд, там один конец и 8, да, то в Сан-Франциско вот этот, значит, мост Золотые ворота известный, по-моему, он обошелся там в 3 доллара всего лишь, или там 2.50 проезд. Ну, и вам еще на закуску. Полицейские в Айдах арестовали Санта-Клауса. Слышали? А почему? А что сделал? Он, значит, согласно вот сообщению департамента полиции, городок, кстати, Поуст-Фоллз, ну, наверное, там не был, наверное, слишком маленький, патрульный заметили коричневый Крайслер Пятикрузер, который двигался по полосе встречного движения прямо напротив отделения полиции. Остановив его, они увидели, что оттуда вышел мужчина с запахом перегара, а водитель, чье имя? Санта-Клаус. Вот в чем дело. А то, знаете, да, по поводу перегара, значит, и алкоголя, в Америке 0,8 промилле, да? Но при этом они, вот я не видел ни одной аварии такой серьезной на трассе за все время, что я там был, я там был два месяца, ни одной аварии на трассе я не видел при этом. Так вот получается. Я знаю, что в Америке тебя могут остановить полицейские, только если ты совершил нарушение. Поэтому есть даже статистика, ну, в некоторых штатах, особенно в таких ферверских, где нет особо занятий, да, и люди вот просто едут в кабак и выпивают, потом едут все домой, значит, на свой ранчо, что пьяные попадают в аварии реже, чем трезвые. Потому что трезвый человек расслабленный, думает, да, все нормально, я все контролирую, и ошибаются, попадают в аварии. А пьяные думают, так, вообще нужно себе держать в руках. А в каком-то городке, я помню, просто мне поразила история, что вечером приезжает весь практически полицейский участок к кабаку, и стоят просто, и когда видит, выходит человек, они, ну, все уже всех знают, просто машина едет за этим, значит, пьяным до, соответственно, его дома. Страхового. Он, человек, никаких там 08, человек может быть просто пьян абсолютно, но он знает, что за ним полиция, поэтому себя держит в руках, контролирует. Вот как раз поговорим об авариях, потому что есть интересная статистика в начале следующего часа. А Николана Зайкинского мы сердечно благодарим и ждем всегда в гости. Спасибо, Коля, до встречи. Спасибо большое. Давайте с нами. Реклама В суперцены в супермаркетах «Билла». С 28 января по 3 февраля 2016 года колбаса «Докторская Сетунь» всего 24 рубля 90 копеек за 100 граммов. Количество товара ограничено. Подробности акции на «Билла.ру». Телефон рекламной службы «Спорт.Тем». 620-46-64 Код Москвы – 495 Ритмы спорта на Спорт.ФМ Игра Need for Speed 2 Песня «Riders on the Storm» Исполняют «The Doors» и «Snoop Dog». Ритмы спорта на Спорт.ФМ Ритмы спорта на Спорт.ФМ Город Зеленоград.Район Крюково.Герой.Евгений Ловчев.Советский футболист.Чемпион СССР Я не городской житель. Я из знаменитой деревни Крюково. Это сейчас там Зеленоград. И оттуда взяли когда-то могилу неизвестного солдата и перенесли к Кремлевской стене. А у группы Самоцвета была такая песня «У деревни Крюково погибает взвод». Но самое главное, я помню, это послевоенное время было, мне 13 лет было, плакал, стоял. И когда сегодня празднуют вот эти вот юбилеи, да, для меня это ценно. И я это помню, и я это знаю, что это такое. Крюково и Евгений Ловчев. Город-герой. Каждый день на Спорт.ФМ. Что делать, если... 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 Что делать, чтобы повысить выносливость организма? Инновационный центр Олимпийского комитета рекомендует. Для повышения выносливости организма нужны регулярные тренировки. Тренировки на повышение аэровной работоспособности. И такой термин является синонимом выносливости. Тренировки должны быть не менее трех раз в неделю. Но если получается и больше, то рекомендуется довести количество тренировок до пяти. Тренировки должны быть длительностью не менее сорока минут. Рекомендуется доводить длительность тренировки до часу. И, соответственно, тренировки должны быть низкой интенсивности. Это спокойный медленный бег, либо другие виды активности. Езда на велосипеде, плавание. Зимой это лыжные гонки, коньки, что угодно. То, что непрерывное циклическое движение, это есть основа вашей работоспособности, основа вашей выносливости. Ирина Зеленкова, ведущий специалист инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов. Слушай «Хладнее минус четыре ночи и ноль днем». Эй, дорогу покажешь? Слушай внимательно. Автомобилизация на Спорт.ФМ Люди автомобилей на Спорт.ФМ в эфире «Автомобилизация» 12.05. Уже почти, почти, почти на 05. Столица Максим Трусман, Антон Ширяев тут. И в течение ближайшего часа поговорим про аварии. И поспорим по поводу машин, которые в нашей авторазборке, нашей традиционной рубрике сегодня. Напоминаем, что сегодня это два суперкара. Очень быстрых, интересных, классных, дорогих. Даже есть тут у нас слушатели, которые робчат. Зачем вы, мол, нам предлагаете за них голосовать, если я себе эту машину никогда не куплю? А я отвечаю, ну что же нам только, про Логана говорить, что ли? А есть еще и «Октавия», например, вот спорят со мной наши слушатели. Ребят, ну было же все уж, было. А мне, например, часто иногда бывает интересно поговорить или посмотреть на то, чего, может быть, в моей жизни никогда не будет. Ну, может быть, вот на этом автомобиле, да, многие наши слушатели не поездят. Но зато интересно узнать, какие они. Потому что есть люди, которые на них поездили и расскажут, как мы, например. Поэтому Nissan GTR сегодня, потому что он быстрый, японский и у Петрова есть. Если, кстати, кто не знает, кто такой Петров, это Виталий, первый наш формулист. И еще и обладатель подиума. Ему, кстати, ты знаешь, да, эту историю, что ему GTR подарили за тот подиум в Австралии? Нет, не знаю. Да, да. Круто. Я знаю, кстати, кто не знает, часто спрашивают, что делает Петров сейчас, чем он будет заниматься. Вот прекрасная новость, он возвращается в автоспорт, он возвращается в чемпионат, вернее, не возвращается, приходит в чемпионат век, да, World Endurance Championship, чемпионат мира по гонкам на выносливость, где выступает Роман Русиев, наш большой друг, в команду S&P Racing, где он заменит, соответственно, Михаила Лешина. Потому что Михаил и Лешина возвращаются в Индикар, будет выступать в Америке. И Дайтона, кстати, идет. Да, да. И последняя прощальная гонка за рулем прототипа для Миши, это как раз 2.40 Дайтона. Это первая гонка уже американского чемпионата по гонкам на выносливость. Вот туда наши ребята приехали, чтобы попробовать там свой автомобиль. И Пол Позишн он завоевал, будет стартовать с первого места как раз-таки на нашем прототипе BR-01. Это российский прототип. Собственно, BR означает Борис Ротенберг. Да, да, вот небезызвестные вам люди. Кстати, уже пишут об этом очень многие, потому что интересный информационный повод. И вот GQ я уже сегодня прочитал в журнале GQ мужском про ролик с серии Дайтона. Есть такие части. Да, да, действительно. Причем, я считаю, что это одни из самых престижных. И действительно, 2.40 Дайтона это гонка, которая, наверное, наряду с Лиманом одна из самых известных суточных гонок. В Америке, наверное, даже более престижная. Потому что если в Лимане все-таки выступают в основном гонщики, которые именно занимаются гонками на выносливость, то в Дайтону, в Америке съезжаются все топовые пилоты из Индикара, из Носкара, из других гоночных серий. Приезжает очень много бразильцев. Поэтому действительно есть свои команды у многих наскаровских команд в Дайтоне. Поэтому действительно гонка такая очень интересная, очень напряженная. Ну и представляете, как круто будет нам, ну не следующим уже, а в этом уже году и вот в этом сезоне, который еще не наступил, посмотреть за противостоянием Русинова и Петрова. Совершенно разных, абсолютно разных во всех отношениях людей. И зная отношение, например, Ромы Русинова к Виталию Петрову, будет интересно посмотреть, кто кого побьет. У вас будет один. В любом случае, очень приятно, что мы даже для того момента, что не только два русских пилота, а две наши команды сражаются за титул, скорее всего. То есть, понимаете, каждый может болеть за одного из ребят, но при этом, скорее всего, я очень надеюсь, титул все равно останется в нашей стране. Да, да. Ну и, наконец, продолжаем второй пункт Porsche 911, потому что с него начались спорткупе. И зачем такие быстрые машины? Я разорюсь на штрафах. Пока что лидирует Porsche? Предсказуемо. В 12.30 мы с Антоном будем спорить. Я приведу аргументы, почему вам стоит все-таки за GTR-то тоже голосовать, а не только за общепризнанного флагмана, да, в своем сегменте Porsche 911. 12.08 в столице, поехали, продолжаем. 5-5-3-3, в начале слово спорт, смс-портал, телефоны 2-7-6-0-93-2, 2-7-6-1-9-3-2. Активные наши слушатели и в WhatsApp, и в Viberе, плюс 7-925-4-2-9-3-2. Кому куда удобно, пишите, подключайтесь к нам, а нам есть вам кое-что сказать. Автомобилизация. Смотрите, интересная информация. Системы предотвращения фронтальных столкновений могли бы уменьшить количество ДТП. Внимание, в которых один автомобиль вырезается в другого сзади. А статистика говорит о 39% уменьшения аварий. То есть на 39% их могло бы быть. Если бы этой электроникой в 2013 году в Америке, например, были бы оснащены все автомобили, то число зарегистрированных аварий уменьшилось бы аж на 700 тысяч случаев. Это данные Американского страхового института дорожной безопасности. А, IHS, ну, видели, да, наверное, часто встречали тоже, они исследования проводят. В ходе исследований эксперты изучали данные ДТП с 2010 по 2014 год, причем с участием конкретных марок. Acura, Honda, Mercedes, Subaru и Volvo. Как раз таки с системами предотвращения столкновений и без них. Subaru есть, я, кстати, удивился. Так, помимо этого, в отдельную категорию были выведены машины шведского бренда системой, которую хорошо знаете, City Safety, да, когда машина полностью останавливает автомобиль при опасности столкновения. Причем скорость, на которой она может машину остановить, возрастает часто уже, по-моему, сколько, 70 уже, по-моему, да, у них там высокая очень скорость, да? Если не еще больше, да. Если не больше. Просто было что-то там с 40, что-то начиналось. Началось еще с 40, да, ты абсолютно прав, на S60. Так, в результате исследований выяснилось, что машины, оснащенные только системой предупреждения о столкновении, на 23% реже врезались машины, ехавшие перед ними. Наилучшие результаты у Volvo City Safety. Разница составила 41%, представляешь? Ведь кажется, что это ерунда. Многие сейчас вообще эту систему отключают. Ну, да, это ужасно совершенно, потому что, конечно, я сам пару раз, мне она помогала, когда она начинала пищать. Она не сама остановилась, я все-таки тормозил, но вниманием она привлекала именно сигнал, когда она начинала мигать. Есть также информация от экспертов, что работа сети Safety на дорогах с разными ограничениями скорости отличается. Вот, например, если лимит не превышает 56 км в час, то количество аварий уменьшается на 39%. При ограничении от 64 до 72 на 54 при лимите 80 км в час и выше на 25. Очень интересно. Хотел вас спросить, ребята, какие аварии чаще попадали? Ну, даже не то, что чаще, да, мы сами поймем. Вы нам пишите, в какие аварии попадали, а мы поймем, в какие чаще. И, соответственно, сможем для себя решить, да, насколько сильно бы вот эти системы, о которых мы говорили, могли бы изменить статистику уже в нашей стране, и как бы они вообще могли бы повлиять на количество наших аварий. 5-5-3-3 в начале слова «спорт». В какие аварии попадали? Пишите нам, что происходило. Да, это были поцелуи сзади, мелочь всякая, да, или кто-то сбоку там, да, в вас въезжал. Или вы просто стояли, кто-то бабац, у вас там куда-то въехал, или вообще лобовые столкновения на встречке, не дай бог. Пишите нам, и позвонить можно тоже. 2-7-6-0-93-2, 2-7-6-1-93-2, вайберы, ватсап, плюс 7-925-4-2-ки, 93-2. Тоха, расскажи, ты же ходил тогда на встречу с шведскими экспертами, да, которые просто в пух и прах нас раскритиковали. Да, они рассказывали о том, что на самом деле главный фактор, главный фактор в деле безопасности даже не автомобиль, это инфраструктура. То есть, если у вас дорога, которая сделана по правилам, дорога, в которой нормальные ограждения, дорога, в которой есть разметка, знаки, даже не нужно освещение, просто сделать там нормальную светоотражающую разметку, уже это очень сильно снижает, соответственно, аварийность и смертность на дорогах. А второй момент, после инфраструктуры, это, собственно, люди. То есть, если люди ведут себя адекватно, да, то, опять-таки, воспитание, образование... Отношения друг к другу. Да, оно очень сильно снижает аварийность. Ну и автомобилю, на самом деле, в последнюю очередь мы видим, что Швеции удалось, по-моему, они в три раза, нет, даже не в три, в шесть раз они за, там, 20 лет уменьшили смертность на дорогах своей страны. При этом, современные технологии в автомобилях стали появляться совсем недавно, да. То есть, еще там, в середине 90-х, а с середины 90-х в Швеции смертность практически не падает, она находится на стабильном уровне. И тогда было две подушки и ремень, да, не было никакой электроники. Тем не менее, цифры очень хорошие. Больше того, как работают люди в Вольво. В окрестностях Гетеборга, да, в общем, главного, такой штаб-квартиры Вольво, в радиусе 100 километров, инженеры, да, специалисты, выезжают на любую аварию с участием автомобиля Вольво, чтобы понять, что произошло, где нужно, в каком направлении работать, чтобы аварии не было, чтобы, соответственно, люди не страдали. И, кстати, такая стратегия Вольво, да, которой мы не раз сообщали, что к 20-му году в их автомобилях не должны гибнуть люди. Да, да. И ты знаешь, я, к сожалению, не был там, но я помню, в авторевью была отличная статья лет 10 назад, когда еще Вольво принадлежало Форду, они построили колоссальные испытательные центры, краш-тесты проводили. Там две катапульты, и их можно почти под любым углом. Машины набрали друг в друга. То есть лобовое, боковое, там, под углом, что 20 градусов. И когда ты едешь к этому, значит, центру, к этому испытательному полигону, то вдоль центральной, как бы, аллеи, которая ведет к входу центральному, стоят машины, которые прошли испытания те или иные. Причем тогда это были машины всех брендов, ходящих в Форд. То есть там стали битные пикапы, и Астон Мартины, и Лэнд Роберы, ягуары, перевернувшиеся там всякие. Но, к сожалению, для Форда, после Крыса 2008 года, и Ягуар Лэнд Робер, и Астон Мартины, и Вольво, все отправились в свободное плавание. Паша Бугер пишет на ВКонтакте. Всем ровных дорог и без аварий, но у меня было дело зимой в Карелии, в новогодние праздники на Вольво С-80. Вот, кстати, на этом корабле, в скобочках. Крутануло на сельской заснеженной дороге на 360 градусов и жопой в огромный сугроб. Скорость была примерно 80 км. Моя причина заноса зацепил обочину правым колесом. Повезло, что снег был пушистый, без льда. Мимо проезжал добрый дядька на Вольво ХС-90. Слушайте, это как будто Гетеборг у вас прям. И вытащил меня. Повезло, ни одной царапинки на авто даже. Кстати, заметил, что в республике Карелия марка Вольво в тренде. Кстати, ну так, Паш, я не понял вывода. Вольво крутая тачка спасла или что? Или дядька крутая. Да, или дядька, или ты справился вообще. На самом деле удивительно. В этом нет ничего удивительного, потому что... Код Москвы – 495. Каждое воскресенье вызов в сборную «Спорт.ФМ» в 10 утра. Вызов получат только сильнейшие. Лучшие люди страны расскажут, как они шли к своему первому месту, что тренировали в первую очередь и какие правила готовы нарушить. Вызов в сборную «Спорт.ФМ» в жизни, как в спорте. Завтра в 10 утра. Эй, ты, пристегивайся. Автомобилизация. Русские! Мы сейчас с Антоном просто аплодировали здесь вслух, когда слушали рекламу «Лады Веста». Ну, круто же, а? Ну, круто же придумали. Да, действительно. Главное, ну, вообще все, что связано с «Вестой» в плане ее выхода на рынок, да, и рекламная кампания, это все, кроме цены, просто прекрасно. Да, не «Веста», поменять не «Веста». Ну, вообще, ну, супер. Ну, супер, ребята. Тут спрашивали про «Х-Ray», да, у нас в прошлом часе ВКонтакте, что мы думаем по поводу цен. Ну, знаете, понятно, что это хорошие машины. «Х-Ray» и «Веста», и хорошая машина с большим количеством современных импортных комплектующих не может стоить дешево, да. Она разработана по современным технологиям, да, с участием специалистов Renault-Nissan Альянса, да. Испытания проводились за рубежом, на зарубежных полигонах, да, то есть она не может стоить дешево, да. Это не какая-то, там, китайская подделка, там, 20-летней давности. Которые, кстати, слава богу, уходят. Ну, да, но проблема в том, что россияне не готовы к «Ладе» за такие деньги. И я очень боюсь, что и «Х-Ray» и «Веста» будут большим провалом, да, и не удастся продать даже эти, там, скромные 50 тысяч, на которые рассчитывал Бу Андерсон, потому что люди всегда говорят одно и то же. «О, я за эти деньги могу купить «Солярис», ну и неважно, что он будет хуже оснащен, да». И, естественно, люди идут и покупают «Солярис». И я думаю, что «Автовазу» не удастся сломать этот тренд, к сожалению. Еще и предвзятость, еще и предвзятость просто изначальная. Просто есть, люди не знают цены, но уже предвзятость. «Да ладно, что они там хорошего сделают?» Да, вот почитайте, коллеги из «Авторевью», они, ну, у них особое отношение с «Автовазом». Они сделали тест как раз X-Ray против Сандера и, в общем-то, считают, ну, Standard Stepway, да, и считают, что X-Ray, в общем, победил в этом тесте. Там есть свои плюсы и свои минусы, но тем не менее. И тоже до этого был еще очень интересный тест сравнительной «Веста» против «Соляриса», «Поло Седана», «Логана» и «Фиеста» «Седан». И «Веста» заняла там примерно третье или второе место в серединке, уступила «Поло», ну, и примерно на одном уровне с «Солярисом». Ну, наверное, такова реальность и есть. Интересный вопрос, кстати, по поводу «Соляриса». А то, подожди, а здесь же важен посыл. Я вот помню, по-моему, вчерашний где-то был заголовок, по-моему, у «Мотора», что, значит, X-Ray превзошел по цене Сандера. Слушайте, ребят, ну, там произошел по цене на 3000 рублей, по-моему. Да, да. Понимаете, ну, ведь заголовок, он уже таков, что, ну, испепеляющий для многих, да, из серии. Ну, ни хрена себе, да, это только сделали, какая-то «Лада» и лучше «Рено», «Сандера», который мы все хорошо знаем, который отличается, там, и классной подвеской, и всеми делами. Да, а он дороже, да, ну, их нафиг, понимаете? Здесь еще же посыл тоже важен. Конечно, я не говорю уже о том, что X-Ray это и есть, по сути, тот же самый Сандера, да, это платформа B0, это та же мультимедиа система, та же коробка, только при этом, на мой взгляд, более симпатичный дизайн, при этом более интересный интерьер, лучше сидение, да, то есть есть свои преимущества. Разница 3000, понимаете? Да, кроме этого, не забывайте, что будет еще X-Ray Cross, да, то есть, как бы, изначально X-Ray, который позиционируется как обычный хэтчбэк, он такой же по клиренсу, как Stepway, да, который позиционируется как недорожный хэтчбэк, а, соответственно, в будущем появится X-Ray Cross, который будет еще выше, и тут уже будет реальное преимущество перед Сандера. По поводу, как раз, машины B-класса, по поводу Solaris, пришел интересный вопрос, я просто прочитал, в шоке был. Здравствуйте, я из Анголы, живу в Москве, там есть машина Hyundai Accent, она очень похожа на Solaris. Мой вопрос, это одна и та же машина или это разные машины? Eugenio. Eugenio. Прекрасный португальский язык. Eugenio, привет тебе. Спасибо большое за вопрос. Да, это одна и та же машина, на самом деле. Во всем мире, кроме России и Китая, Solaris называется Accent, и в Америке продается точно такая же машина, как Accent. И самое смешное, что наш Solaris раньше, до всех этих конфликтов, продавался на Украине с питерского завода как Accent, да, то есть там просто на машину для России ставили шильдик Solaris, на Украину шел Accent, а в Китае это называется RB. А чем еще, мне кажется, что еще смущает, вспомни, в начале 2000-х у нас был Accent, помнишь? Да, да, это Городский. Такой гадкий такой. Поэтому, собственно, они ими и поменяли, потому что, ну, как бы Accent это дешевая старая машина, а Solaris это крутая, хорошая, хотя по всему миру он как был Accent, так и остается. Из Урла сообщение вопрос, что известно о новом семейном автобусе от Skoda? Саныч спрашивает, Саныч, мне кажется, вы не совсем автобусик имеете, точнее, немножко путаете, потому что Skoda должна представить кроссовер, который будет на ступеньку выше Yeti, причем уже в Женеве, в начале марта. Да, большой будет автобусик. Да, то есть это не совсем автобусик будет. Привет, а у меня Dodge Жорик, 36, 11-го года, еще Америкос, хорошая семейная авто, очень доволен расходом 12 литров 92 реального. Классно, слушай, это круто. Удачи на дорогах. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Тавр, я вам завидую. Избавьте от выбора, подскажите, хочу жене купить авто. О, выбор между Porsche Cayenne, Mercedes GLE, купе и BMW X6. Трехлитровый бензин или дизель? Жму правый, Тавр, Тавр, ты великий. Но здесь, по-моему, лидер очевиден, и он один. Давай по нарастающей, давайте сначала возьмем X6. Ребят, там можно ехать только одному. Сзади там сидеть невозможно. Места нет вообще. Машина совсем непрактичная. Но при этом он, например, очень нравится. Я считаю, очень красивым и стильным. Антоха так со мной не согласен, потому что ему очень нравится GLE купе. Я не могу смотреть на GLE купе. Когда он едет на меня, я отворачиваюсь. Я считаю, что это самая некрасивая машина в истории Mercedes-Benz. Но хотя многим нравится. Я скажу следующее. Почему мне нравится Cayenne, а не нравится X6 и GLE купе? Понимаете, вы покупаете кроссовер, большой автомобиль, который вроде бы должен быть универсальным. При этом у него маленький багажник и низкая крыша сзади. То есть не очень комфортно. Хотя, может быть, для Жнец, хотя поедине нет. Она же поедет в магазин, хочет что-то купить. Вот смотрите. С ребенком опять-таки тоже будет багажник. Вот товар, Антоха. Я не сомневаюсь, что вот жена склоняется к GLE купе. Вот мне почему-то так кажется. Да, вот правда. Но надо брать Cayenne. Cayenne прекрасен. Я очень люблю эту машину. Она просто действительно идеальная. В управляемости, в качестве, в силовых агрегатах. Единственная проблема, она стала старая в плане мультимедиа. Маленький дисплейчик, да, меньше, чем на смартфоне. Куча кнопок. Это, конечно, заметно. Вот по интерьеру BMW самая лучшая. И, наверное, знаете... И он самый современный из тех... Хотя нет, ну GLE купе тоже, конечно, да. Я бы, наверное, сказал, что X5. Вот если бы вы сказали X5, выбор был бы однозначно за X5. X6, наверное, все-таки Cayenne, опять-таки, в силу того, что более практичная машина. При том же статусе, да, при тех же понтах, условиями говоря. Есть. А дизель или бензин? Ну, наверное, я бы все-таки смотрел бы трехлитровый дизель. Я тоже. Да, есть еще один такой парень из Англии, интересный. На него тоже можно, конечно, посмотреть. Ажанжевый спорт? Ну, а, ну, не знаю, как вы решите сливы на это. Это вдруг вы, да. Окажитесь где-то посреди леса, сумершей пневмоподвеской. Да, еще не будет у вас телефона службы поддержки на дорогах. У нас повоз, да, небольшая? А, так, да, да. Вот, вот так вот, вот. Короче, ребят, классные вопросы. А вот из Челябинска, а вот из Челябинска просто тезис. Ну, позже мы зачитаем его. Реклама Суперцены в супермаркетах «Билла». С 28 января по 3 февраля 2016 года. Макароны «Борилла», спагетти, капеллини, лапша «Баметта» и перья рифленые. 500 граммов. Всего 54 рубля 90 копеек. Количество товара ограничено. Подробности на «Билла.ру». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Сто лет в истории спорта на «Спорт.ФМ». 1949 год. Американский самолет Б-50 совершает первый беспосадочный перелет вокруг света. Астроном Фред Хойл впервые формулирует теорию Большого взрыва. В советском Азербайджане создана первая в мире морская нефтяная платформа. А в это время. Американская промышленность завершает переориентирование с военной продукцией на мирную. Возобновляется производство легких автомобилей. На создание спортивных моделей рук пока не хватает. Но азарту американцев в крови. И гоняться они хотят любой ценой. Так зарождается идея гоночной серии, в которой будут участвовать только серийные автомобили. Первый свод правил был создан группой спортсменов во главе с Биллом Франсом прямо во время веселой посиделки в баре и записан на салфетках. В 1949 году были проведены 10 гонок. Чемпионами страны стали пилот Рэд Байрон и его олдсмобиль 88-й модели. Точно такой же, как в любом автосалоне. Слушай каждый день истории спорта. Многие великие чемпионы, кроме побед на ринге, совершали большие дела вне его. Но мало кому выпадала такая колоссальная ноша, как легендарному Джо Луису. Родители этого черного великана росли в семьях рабов и сами батрачили на полях богатых фермеров. А на долю Джо выпала задача избавить целую огромную страну от расовых предрассудков. Стараясь уберечь сына от влияния улиц, мать купила ему скрипку и нашла учителя. Но вместо инструмента Джо засовывал в чехол перчатки, а вместо занятий бежал в подвал, где молодежь тренировалась на ринге. Попав в профессионалы, Луис внезапно оказался надеждой и гордостью всех чернокожих американцев. Став чемпионом мира и защитив свой титул в бою против легендарного немецкого тяжеловеса Макса Шмеллинга, он снискал обожание всех американцев, уже безо всякого разделения по цветам. А позднее Джо Луис стал первым чернокожим профи среди гольфистов, проторив дорогу сотням талантливых спортсменов. Ритмы спорта на Спорт.ФМ Стадион Эптон Парк. Команда Вестхэм Юнайтед. Песня «Unforever blowing bubbles». На бульварном на 15 минут есть небольшая пробка от Стретинки до Причичинской набережной. Моя машина. Твоя машина. Автомобилизация. Ой, как мы с Антоном высовываем головы из-за того количества сообщений, которые приходят от вас. Очень много интересных и вопросов, и просто тезисов. И я, как Данила Багров, слово свое держу. Поэтому тот самый тезис из Челябинска с удовольствием сейчас зачитаю. 5533 в начале слова «Спорт». Audi R6 Avant лучше, чем GTR и 911 вместе взятые. А вы знаете, мы с Антоном говорим. Да-да, черт побери. И это так? Но с какой точки зрения? С точки зрения того, что вы еще туда и полквартиры свои загрузите, и семья поместится, и кайфовать можно. Да и машины просто красивые. А со «Спорт Купе» что? Ну, они не сильно разнообразны внешне. Они... Понятно, как они будут выглядеть. Они все довольно похожи. Да, тем более, что их... То есть, ну, каждому «Спорт Купе» на рынке есть какая-то другая альтернатива. А у R6 альтернатив нет. Это машина уникальная. Да, и я не устану рассказывать эту историю. Это было, по-моему, в 2014 году. Тогда еще... В общем, я разговаривал с представителями Audi и говорю, у вас же плохо R6 Avant продается. Он говорит, у нас идеальный R6 Avant продается. Была квота две машины на страну, и две машины мы продали. Так что все у них хорошо. И, кстати, здесь было сообщение в комментарии по поводу нашей сегодняшней авторазборки, а там GTR и 911. У нас слушатель написал, что я в нее ни в один не помещусь. А вот с точки зрения, не помещусь, не помещусь, R6 Avant абсолютно все такие вопросы снимает. Туда поместятся все, потому что регулировки есть, и салон. Ну, он обычный, понятный салон для всех. Но единственное, что, правда, кресло-ковш, да, если вы, конечно, слишком толстый уж, простите, вам будет, ну, некомфортно. Поместится по месяцу, будет некомфортно. И уже ковш, он не будет ковшом для вас. Ну да. Но там, правда, есть и более простое кресло, которое как-то можно развести в валики боковой поддержки и влезть. Я вот, честно, я не устану говорить про R6 Avant, потому что у меня с этой машиной очень много связано. Я, с ней я впервые побывал в Мюнхене, например. С ней я впервые, на ней я впервые проехал по немецкому автобану знаменитому. Ну, и плюс ко всему, я именно на ней поставил для себя рекорд скорости 280 км в час. Круто. Как раз на автобане разогнался. И это совершенно невероятно, когда ты переводишь подвеску в спортивный режим, ты чувствуешь, ну, просто вот каждый, я не знаю, камушек, который лежит на дороге, при том, что дорога идеальна на автобане. Ощущение сумасшедшее. Еще он такой был матового асфальтового цвета. Машина фантастическая. Ну, а мы к авторазборке переходим, и уже после будем читать те сообщения и отвечать на те вопросы, которые пришли к нам. Итак, сегодня в ВКонтакте, в группе Спорт.фм, на главной странице мы выбираем спорткупе между GTR, Nissan GTR, потому что он быстрый, японский, и у Виталия Петрова есть, между Porsche и Porsche 911, потому что с него начались спорткупе. Зачем такие быстрые машины? Я разорюсь на штрафах. Третий тезис. Сейчас пока что Porsche лидирует. А что будет к концу программы, через 25 минут, мы узнаем позднее. Авторазборка на Спорт.фм Сегодня начну я, начну с дизайна, как часто мы любим это делать в самом начале нашего спора. Антох, уже столько лет, а по большому-то счету ничего не меняется. Да, кто-то скажет, это большой плюс. Кто-то скажет, слушайте, ну, ребята, ну надо же что-то менять. Я хочу, чтобы моя машина выглядела как-то современно. Она как была похожа на лягушонка, с большущими выпученными глазами. Такое и остается. Причем вот этот лягушонок, затаившийся, когда смотришь на пропорцию, кажется, что он сейчас куда-нибудь прыгнет, а прыгнет в саку и голову себе ударит, и будет у него там шишка. А хотя мы можем вспомнить, когда они сделали какие-то фары как слезки, что было еще хуже. Поэтому, ребята, надо что-то менять. То ли делал мой GTR, задает, по сути, дань дизайнерской моды современных спорткупе. Ну, я не знаю, кто там кому что задает. Porsche это машина номер один. Porsche это самая быстрая машина, самая красивая, самая надежная, самая большая саточная стоимостью, самая успешная в Лимане, самая-самая-самая. И Nissan, никто не скрывал, что GTR создавали как машину, которая должна побить Porsche. Porsche это эталон, потому что, ну что сказать, дизайн, да, не меняется. Но вот сейчас немножечко последнее поколение изменили, удлинили, да, машина стала чуть-чуть отличаться. А потом это же так здорово. Для всех, кто не в теме, непонятно, у тебя новая машина, или у тебя прошлое поколение, или у тебя позапрошлое, или вообще машина 70-х годов. А кто в теме, тот сразу знает. И все эти еще, знаешь, эти все многочисленные комплектации, модификации, там, 4S, GTS, там, Turbo, Turbo S. Вот именно, запутаешься, ногу сломишь. А, конечно, пускай, неважно, кто, ты едешь такой себе спокойненько, да, никто не знает, что у тебя потрясающий Turbo за 11 миллионов, или какая-нибудь скромная карьера, даже не S, там, а обычная, за 5. А вот GTR-то едешь, он ревет, гремит, шумит. Сразу видно, что несется какой-то уличный гонщик, стритрейсер, полуокер, блин. И хорошо, что ты сказал об этом, дорогой мой, потому что именно в GTR-е есть ощущение спорткара, спортивности, есть ощущение вот этой обратной связи от автомобиля, потому что все звуки, они естественные, ты чувствуешь, раз у тебя коробка переключается, тух, раз ты слышишь там звук, раз там ты слышишь звук двигателя, ты понимаешь, что у тебя действительно быстрая, мощная машина, там, ну, вот есть та самая обратная связь. Никогда я не забуду, как я ездил на раллийном автомобиле, я чувствовал все, я слышал все, я понимал все, что происходит, хотя не будучи, да, инженером никаким и большим пилотом, но я все это чувствовал, абсолютно тоже происходит на GTR-е. А что должно быть? Спорткары должны дарить такие ощущения, пусть даже в городе, и GTR эти ощущения дарит. Я уж не говорю про те самые приборы, по широте выдаваемой информации, вообще GTR-у равных нет. На дисплей можно вывести все на центральный экран, даже графику степени нажатия на педаль газа, кривую ускорение, расход, все видно. Тебе даже в телеметрии не нужна куча вот этих мониторов в боксах тебе не нужны, ты сразу все контролируешь, все видишь. А в Porsche что? Вот эти целая куча кружочков этих у тебя на центральном щитке, которые просто тебя путают, запутаться можно. Ну, если ты не можешь разобраться, так езди в своем Ниссане, а я сяду в свой прекрасный Porsche, поеду все спокойно, мягко, не торопясь, очень комфортно, как будто бы я еду на самом деле в какой-нибудь Мерседесе. Потом нажму режим спорт, и опа, у меня уже как острый просто меч, знаешь, самурая, такая вся спортивная резкая машина. Нажму спорт плюс и гоночный автомобиль. Ты уже по-японски заговорил, меч самурая, потому что ты нас смотришь на GTR, и хочется тебе быть поближе к Японии. Кроме того, мой Porsche обновился недавно, у меня теперь, наконец-то нормальная мультимеди-система, более-менее современная, хотя тоже с маленьким дисплейчиком, и кнопок стало поменьше. И, наконец-то, на руле не диодских были раньше кнопки переключения передач, а нормальные лепестки. Антон, ты посмотри на эту задницу, ну, не мою, а моего автомобиля. Министереда вылез, да. Там есть на что посмотреть, за что подержаться. А на задницу GTR-а вот эти кругляши, какая она харизматичная, сколько в ней мощи, абсолютно ни на что не похоже. Ну, настолько это уже теперь вот узнаваемо, настолько это вот красиво. Вот ты сказал про комплектации? Прекрасен, великолепен GTR. Но есть еще и GTR Nismo. Особенный, подогретый, куча обвесов. Насколько эффектнее и красивее автомобиль становится, когда мы через ателье Nismo можем его пропустить. Ведь это же вообще какая-то мечта поэта. А самое главное, здесь есть какая-то, знаешь, такая нотка недоступности. Потому что не у всех есть Nismo. В России он, к сожалению, его нет, потому что мало еще пока ценителей. Потому что все совершенно примитивные. Хочется быструю машину, берут себе Porsche. А в него садишься, даже ощущения нет. Едешь, как будто в лимузине. Все тихо, сам он все за тебя делает. Хотя GTR тоже очень умно. Никогда не забуду, в сельверстовании подъезжаю к крутому повороту. Бояться начал за километр до этого поворота. А он все за меня делает. Чуть ли не поворачивает за меня. И в поворот ходит за меня. И разгоняется. Насколько он умен. Но зато у моего Porsche клиренс больше. Чтобы в России зимой не было важно. На 20 миллиметров. А давай-ка теперь про цены. А давай-ка теперь про цены, дорогой Nissan. Я покупаю. Я беру наличными 5 миллионов рублей, отдаю. И у меня супербыстрая машина. Замечательная, великолепная, прекрасная. У которой до сотни едет за 2,7 секунды. 540 лошадиных сил. А мы, если возьмем Turbo S, да, самый мощный, самый классный, 911, то это минимум 9 миллионов. А можно и до 12 развернуться. Ну хорошо, возьмем что-нибудь поскромнее. Carrera, например, да. То там все равно больше 7 миллионов рублей. А мощности-то меньше 520 лошадок. Антоша, есть ли у тебя шансы, дорогой мой? Нет. Ладно, давайте теперь по чесноку, что называется. Авторазборка на Спорт.фм А еще, знаете, так иронизируемо можно сказать. А в Житяре еще зимой прекрасно на заднем сидении сел, и там парит от двигателя тепло. Ты знаешь, я не знаю, где ты нашел 9 миллионов. Сейчас ту цену, которую я вижу на Turbo, на обычную, не на S, самая маленькая, 11.105. Да? 11.105. А Turbo S стартует от 12. Так что ты можешь купить... Нет, подожди. Полноприводный я, да? Неужели я перепутал? Turbo Turbo S, да. 11 за Turbo, 12 за Turbo S. То есть ты покупаешь 2 GTR, да? У тебя еще остается миллион 100 купить, например, Тииду дочки. Да, да. Вот, вот. Это, наверное, самый главный минус в данном случае для Porsche в этом противостоянии. А так, конечно, история, традиции. И я не устану цитировать, на самом деле, фразу Антона, что если, например, GTR, да, на Эвересте, то Porsche уже на Луне. Да, конечно, ну, то есть Porsche, там, совершеннее, качественнее материалы. Он, наверное, может быть, приятнее управляется. Он все-таки будет быстрее на треке, да? Он лучше музыка, да? Ну, это действительно показатель статуса, как мы сегодня говорили об этом. Показатель статуса, там, карбонокерамические тормоза. Он еще технологичнее. Но, ребят, ну, он все равно там нету разницы в два раза, да? А ты просто покупаешь GTR, и у тебя машина, которая, ну, на 5 км в час медленнее, максимальная скорость, а до сотни даже быстрее. И это дает невероятное ощущение, дает возможность отслеживать все то, что ты делаешь с машиной. Допустим, да, если ты ее купил и хочешь на трек поехать, да, или понять вообще, что с ней происходит, когда ты на ней ездишь. То, что выдает компьютер, да, всю телеметрию, все данные просто твоего нахождения за рулем. Александр уже несколько раз нам пишет, спешим ответить. Вот, я нашел сообщение, бюджет 2.021 миллиона. Хороший бюджет на сегодня. Хотя, учитывая то, как подражали машины, еще вчера он был лучше. Варианты Acura RDX, которые, кстати, мы сегодня обсуждали. Murano Santa Fe, что посоветуете? Может быть, что-нибудь другое, кстати говоря. Александр дает нам шанс предложить что-то свое. А я даже не буду ничего предлагать, мне вот ZT3 очень понравился Murano, когда я на нем ездил. Это очень удобная и комфортная машина. Для меня это самый комфортный Nissan, потому что там и куча возможностей регулировки сидений. И вы знаете, на удивление хватает руля. И на вылет, и по высоте, ну, очень мне было удобно на этой машине ездить. А вот эта вот, знаете, приборная панель, куда можно, не знаю, загрузить половину того, что ты с собой в машину взял, потому что она очень большая, да, и такое далеко уходит вот это лобовое стекло, мне в нем было очень удобно. Но он мне очень понравился. Он очень мягкий, очень комфортный. В нем есть такая некоторая американщина, да, вот эта светлая панель. Плюс он клюет такой очень размашистый, да, очень валкий. Но это придает ему очень много комфорта. Я с тобой полностью согласен. Я однозначно тоже рекомендовал бы Murano, но я тут залез, посмотрел на цену. К сожалению, за 2 миллиона это будет чуть ли не базовая машина, да, а все-таки хочется, когда отдаешь 2 миллиона, получить автомобиль, тем более не премиум-бренда, там, в топовой комплектации. RDX, она, у нее только одна комплектация, 2,99, она стоит классная машина, все здорово, такой спортивный кроссовер, но 275 сил, да, то есть очень дорогой налог. Поэтому, наверное, Santa Fe, знаете, деньги возьмете ее в топе, еще и дизельную, 200 сил, да, да, не премиум-бренд, но, знаете, может быть, в какой-то плане даже лучше, потому что вы наслаждаетесь комфортом, а никто не подумает лишний раз, что вы там какой-то миллионер... И обуть вас никто не захочет. Не ограбит, там, цену на... Бабушка резко не удорожает свои огурцы там вдоль дороги, да, и скажет, что, а, белок, у тебя аквара, дай-ка я тебе сейчас в 2 раза 300, а не 200. Да. А Ринат нам дозвонился, привет. Доброе утро. Здрасте. День, наверное. Хотел сказать спасибо за отличную передачу. Спасибо. Вот у меня тоже вопросы, примерно почти такой же, как у предыдущего написавшего. Бюджет чуть поменьше, где-то миллион восемьсот, и вот игра между Соренто и Сантафе, может быть, вы что-то порекомендуете, какую-нибудь бомбу, которую я не заметил. О, спасибо. Ринат, я вижу, да, еще и сообщение тоже от вас пришло. Приятно. Да, 1,8. Смотрите, по Соренто я тогда в качестве анонса скажу, мы сейчас как раз у нас на тесте Соренто Прайм, новый, да, до которого у нас никак руки не доходили, поэтому через неделю про него расскажем, он будет у нас в авторазборке. А что касается, ну, видимо, о Соренто все-таки речь идет о предыдущем, да, обычном. Обычно, да. Да, но мы с тобой всегда топим за Киа. Ну, да, я говорю, что это технически одна и та же машина, поэтому что вам больше нравится по дизайну, какой дизайн ближе, кто вам реально предлагает, может быть, большую скидку, там, или какой-то подарок, вот то и выбирайте. Да, ну и не устанем повторять, что надо брать дизель, потому что бензин не едет совсем. Да, ну, а, собственно, знаете, здесь никакой бомбы нету альтернативной, потому что когда у нас спрашивают про этот сегмент, мы всегда рекомендуем Соренто или... Аутлендер еще есть. Ну, да, есть еще X-Trail, но Аутлендер дешевле по комплектации будет, у него нет дизеля к тому же, да. Что касается X-Trail, хорошая машина, вот Максиму в нем, например, неудобно, ему не очень нравится сидение, мне, наоборот, нравится. Ну, вот сходите еще в Ниссан, на всякий случай, да, для спокойствия, совести, посмотрите X-Trail, там, поговорите, за сколько они вам готовы отдать, как вам эта машина, в принципе, она тоже хорошая. О, смотри, от Лени из Мурманска пришло сообщение на 5533 в начале Словоспорт. Расскажите, Альфа-Ромео выпустит уже Джулию что-нибудь новое? Или там все плохо, 159-я была, конец, спасибо. Да, Джулию выпустят, по-моему, к лету они ее обещали, во Фракфурте показали уже готовую модель, причем заряженная есть. Ну, вот, знаешь, мне, честно говоря, удивил их анонс по выпуску новых моделей, видимо, с деньгами небольшие проблемы, хотя нет, наверное, большие, да, раз сильно отложили и кроссовер, и другие модели, но Джулия будет... Да, на два года они все это сдвигают, но они сделают Джулию, понимаете, но Джулия маленькая, она получается размером с трешку BMW, машина размером с пятерку, они только готовят, да, ну, в общем, пока только Джулия, будет большая, хорошая гамма моторов, но с Джулией они возвращаются в США, надеюсь, что это даст им и продажи, и деньги, и как-то у них все будет повеселее. А что скажете о новой XC90, а главное, о их новом дизеле с четырьмя горшками, пишет нам Сергей, нам очень эта машина понравилась, это уровень рейндж-ровера уже, это, понимаете, если кто-то спорит на тему шведского премиума, да, то, мне кажется, XC90, он все эти споры должен перекрыть, потому что он действительно существует. Да, единственная проблема жесткой подвески, вот это вот единственное, что эта машина была бы нашим любимцем, если бы не очень жесткая подвеска. Мне очень понравился вопрос, а Lamborghini надежная машина? Слышал, в Дагестане сгорела от самого сгорания. Слушайте, ну, может, ее прикуривали в Дагестане? Ну, на самом деле, по идее, как бы это Гоярда, скорее всего, а Гоярда это R8, да, поэтому, ну, Audi надежная машина, но надежная машина. Причем даже ключ, причем даже ключ такой же, как у R8. Ну, как бы раньше были проблемы с этим, но сейчас немецкое качество пусть и сделано в Италии. У них, да, коробки там что-то были, как расходный материал, я помню, особенно у первого поколения, но, правда, сейчас уже новое поколение у R8 появилось. Попрошу акцент не обижать, пробег 3070 тысяч днем он. Ну, на самом деле, действительно, машина надежная, но согласитесь же, да, что он не очень симпатичный внешне и довольно нылый внутри. Мы в этом плане говорили. Так, конечно, машину не убиваем. У меня у лучшей подруги тоже был акцент, там, по 1200 пробег, ничего, ездит и ездит. Так, уважаемые ведущие, нынешняя зима и качество уборки дорог начательно убедили поменять свой Рио на полный привод. Ну, да, да. В Дигах ограничен. Поскажите, что лучше взять, Дастер или какого-нибудь китайца? Может, есть другие варианты в пределах 700 тысяч? Дастер, никаких китайцев. Да, никаких китайцев, но проблема в том, что полноприводный Дастер за эти деньги – это механика, к сожалению. 1.6 мотора будет, 115 сил. Недавно многие наши коллеги ездили вдоль северного побережья Мурманской области на как раз таких Дастерах. Все в восторге. Хорошая, проходимая, надежная машина. А лучше стал салон, мультимедиа. Да, причем там появилась возможность запуска дистанционного с ключа. То есть машина хорошая, но я говорю, что, к сожалению, за эти деньги только будет механика. Потому что автомат и полный привод – это там уже под миллион. Это 2 литра мотор должен быть. Ребята, привет. Скажите пару слов об X-Trail 2005 года. 2.5. Автомат. Максимальная комплектация. Пробег реально… А какой? Дизель? 7.6… Нет, бензиновый. 7.6 тысяч километров пробег. Бегите, покупайте скорее. Машина очень хорошая. X-Trail классный. У меня у дяди сейчас X-Trail. Как раз такие моторы. Он купил убитые. Ну, он занимается восстановлением машин. Достановил его. Сейчас на нем ездит. Ну, довольно как слон. Машина очень хорошая. Единственная проблема там. Вариаторы были не очень надежные. Но это все далеко после 100 тысяч начнет происходить. Если 7.6 тысяч пробег реальный, берите и наслаждайтесь. На них, по-моему, до сих пор, если что-то еще осталось на складе, очереди стоят. Добрый день. Хочу взять дизельный Volvo XC90 года восьмого. Ну, наверное, 2000 все-таки восьмого, да? Хотел бы узнать ваше мнение, кого альтернатива в бюджете до 900… До 900, простите, тысяч Никитоз. Ну, Никитоз. Новый кроссовер до 900 не купить. Даже сильно, который будет хуже и меньше, да, в другом сегменте. А XC90, ну, он хороший был уже. Ну, хороший с точки зрения чего? С точки зрения надежности. Ну, наверное, да. Наверное, все-таки стоит. Если не убийственный пробег. Слушай, у нас с тобой просто международное обозрение. После солнечной Анголы и холодной Канады. Здравствуйте, Lexus RX400H, 2008 год. 150 тысяч пробег. Скажите, мили или километров? Жизнь в Канаде. А в Канаде километры. Зимой минус 25. Батарея и утренний старт проблемный вопрос. Можно ли на него поставить ремонт-старт и блок-хитр? Ну, очевидно, это дистанционный запуск, да, и подогреватель. Спасибо, Илья. Можно и то, и другое, конечно же. Ну, по крайней мере, в России. Не знаю, потому что, насколько в Канаде законодательство, может быть, есть какие-то подводные камни. Ну, у нас на любую машину можно поставить сигнализацию, которая имеет дистанционный запуск. И догреватель. Можно и вебаста, соответственно, который питается топливом из бака. Или можно электрическую печку, так называемая фен, поставить. Никаких проблем с этим не будет. Слушайте, ну, а где же вы живете в Канаде, что минус 25? Ну, да, не знаю. Это прикольно. Это Конти Эдмонта, наверное, или может там... Ойлерс. Да, еще и северный. Хотя, кстати, в последнее время очень много моих знакомых собираются езжать в Канаду именно вот в эти вот северные труднодоступные районы. А это... Слушайте, я сейчас сразу Уолтер Уайта вспомнил из «Во все тяжкие». Он тоже туда уехал, его там спрятали на несколько месяцев, чтобы все улеглось. Тоже куда-то залез. И к нему, кстати, ездили... Проехать можно было только на Вранглере. Добрый день. Из уже из Вайбера. Плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре двойки, девнос три и два. Скажите, хочу купить BMW X1 новая от двух с половиной миллионов, двухгодовалая миллион полтора. Неужели так падают в цене сильно? Но здесь еще надо уточнять, что вы говорите о новом поколении, а эта машина, вот, которая дешевле, она предыдущего поколения, она сильно хуже. Может, порекомендуете что-то из этого класса? Спасибо. Я бы с удовольствием порекомендовал вам Audi Q3, причем даже... Я бы даже влез не в новый, в двухлитровый, в дизельный, 177-сильный, очень классная машина, очень мне понравился. И Volvo Cross... Как он, Анатолий? Соковая, да, ты имеешь в виду? Сорок... В сорок кросс-кантри. Да, в сорок кросс-кантри. Но вот его бы я дизельный не брал, потому что у него только передний привод, и все-таки Volvo надо брать полноприводный. Да, но на самом деле вот в кросс-кантри довольно сомнительный, мне кажется, машина очень низкий клиренс. То есть это на самом деле... Места немного в ней, да. Audi лучше. Audi прекрасная машина, действительно, ничего не скажет. И вы знаете, хоть мы часто с Антоном критикуем вот эти последние поколения мерседесов, да, на базе переднеприводных машин, но Gala мне понравился. С точки зрения CVS, да, например, у него же и полный привод есть, он очень неплохой. Если Ашка, ну, совсем гадкая, то вот Gala хороший, мне Gala понравился. Тоже можете на него глянуть. Ой, слушайте, я сейчас не могу не прокомментировать. Значит, Игорь Итальяти нам в ВКонтакте сбросил фотографию этого Bugatti, такую, ну, рендер 3D, и спрашиваю, что за тачка? Это вариации на тему Bugatti-Sharon, да, которую покажут в Женеве, потому что не так давно для Гран-Туризма, для игры вышла как будто бы гоночная Bugatti, да, но вот в нем элементы дизайна Широна будущего. То есть это машина, которая заменит Верон. Так вот, самое приятное в этой машине то, что ее дизайнер русский. Ммм, вот так вот! Ваня Иванов? Нет, я не помню, к сожалению, ими фамилии, но это действительно... То есть была вся команда дизайнерская Bugatti предложила свои варианты эскизов, и в итоге выиграл наш парень. А GTR и 911-й строили не русские, но построили замечательные автомобили. Но Porsche 911 побеждает в голосовании наших слушателей ВКонтакте, и 45% за него. Все!